Привет! Вы на канале IT-муравейник, и сегодня у нас будет видео для самых начинающих. Многие считают, что для CommonLisp слишком мало прикладных библиотек. На самом деле это не так, просто все они спрятаны. Нет, шучу. У CommonLisper есть центральный репозиторий, который называется QuickLisp. Если вы его еще не настроили, очень рекомендую это сделать, ссылочку я оставлю в описании. Итак, QuickLisp – это одновременно и клиент для скачивания библиотек, и репозиторий, где эти библиотеки хранятся. Давайте взглянем, как с помощью клиента QuickLisp можно найти какую-нибудь библиотеку, ну, например, для парсинга HTML. Вот у нас REPL, и давайте поищем систему, которая что-нибудь делает с HTML. Я вызываю функцию SystemaPropose, передаю ей ключевое слово, и она выдает список систем, которые упоминают слово HTML. Как видите, их довольно много. К сожалению, тут нет описаний, но мы сейчас разберемся позже с тем, как более грамотно искать CommonLisper библиотеки. Сейчас же то, что вы должны видеть, это можно делать даже прямо из REPL. Что такое система, я объясню в отдельном видео, которое выйдет на следующей неделе. Теперь давайте я покажу более цивилизованный способ поиска библиотек для CommonLisp. Есть такой сайт, который называется QuickDocs. QuickDocs предоставляет поиск по библиотекам внутри QuickLisp, поэтому очень легко запомнить. QuickDocs, QuickLisp. Попробуем поискать библиотеку для работы с HTML здесь. Вводим в поисковой строке, получаем кучу результатов. Тут также можем посмотреть и детали по проекту. Кликаем на него и видим, что Plump – это HTML парсер. Тут отображается содержимое Redmi. Также можно посмотреть некоторую метаинформацию по Lisp-системам, которые есть внутри проекта. О том, в чем разница между системой и проектом, а также системой и пакетами, я сделаю отдельное видео, и оно выйдет на следующей неделе. Пока же мы видим, что QuickDocs предоставляет довольно много информации, но и здесь все же есть не все, что хотелось бы. Например, мы не видим здесь полной документации по проекту. И тут нам поможет другой сервис, который называется QuickRef. Как вы можете заметить, все они начинаются со слова Quick, что намекает на то, что эти сайты работают с метаданными из QuickLisp. QuickRef – это сборник документации по библиотекам для CommonLisp. Если кто-то вам говорит, что для CommonLisp мало библиотек, вы можете смело давать этому человеку ссылку на QuickRef. Посмотрите, сколько здесь всего. Для того, чтобы найти нужную вам библиотеку, можно воспользоваться поиском по странице. И если мы ее откроем, то мы увидим там автоматически сгенерированную документацию, которая описывает ASDF-системы, которые есть в этом проекте, пакеты, определение функций, макросов, классов и всего остального. Для каждой функции, если у нее есть докстринг, он будет тут тоже фигурировать. И напоследок я хочу рассказать об альтернативном месте, откуда можно брать библиотеки для CommonLisp. Этот репозиторий называется UltraLisp. Его отличие от QuickLisp в более быстром обновлении. Если QuickLisp дистрибутив обновляется примерно раз в месяц, то UltraLisp обновляется в течение десятка минут после того, как обновление библиотеки было запушено на GitHub. Кроме того, UltraLisp позволяет легко и просто добавить любую CommonLisp библиотеку, которую вы найдете на GitHub, в дистрибутив. Для этого достаточно залогиниться сюда, нажать кнопку Add Project и вставить URL, указывающий на библиотеку. И через 10-20 минут она появится в дистрибутиве, и ее можно будет устанавливать с помощью обычного QuickLisp клиента. А на сегодня у меня все. В следующем выпуске я расскажу о разнице между пакетами, системами и проектами в CommonLisp. Всем Лиспа в ваши сердца!